Всем привет! Сегодня говорим про связь зубов и питания с Натальей Вагановой, триммером и стоматологом. Ну ладно. Белкин. Ну всё. Вот. Тебе главное... Ложить руку в рот. Борешь, мне не так страшно. Опа! Молодец! Наташ, вот несколько вопросов к тебе. Скажи, пожалуйста, видишь ли ты связь между тем, что лошадь ест, и тем, какие у неё зубы? Всем привет! Да, это очень сильно зависит, как бы связь большая есть, потому что чем более грубый корм лошадь поедает, тем лучше у неё происходит истирание зубов друг от друга, перетирание. И чем, например, на осенние лошадь вынуждена совершать, во-первых, большее количество жевательных движений, и у неё вырабатывается больше слюны, чем, например, на тех же концентратах. Это тоже очень важно для работы, всей работы ЖКТ и правильного формирования всей зубочелюстной системы. Поэтому, если выбирать между концентратами и сеном, то лошадь должна получать достаточное количество сена, чтобы обеспечивать достаточное количество вырубки слюны и нормального количества жевательных движений, чтобы зубы правильно изнашивались. А вот, например, сено или трава? Есть разница? А тут, наверное... Может, лошадь как-то челюстью по-другому двигает? Нет, они должны и на траве, и на сене, и на концентратах, в общем-то, двигать одинаково. Лошадь должна двигать челюстью примерно по фигуре восьмерка. Если лошадь начинает жевать как человек, это большой повод задуматься, что у неё с зубами что-то не так, потому что лошадь не должна жевать сверху вниз, а должна жевать из стороны в сторону всегда. Задумалась, как я жую. Нет, и в отличие вот трава или сено, тут, в общем-то, на мой взгляд, нет никаких различий, потому что, ну, просто травы требуется больше, а сено грубее и его требуется меньше. Понятно. То есть, вот то, что говорят, например, что лошадь обязательно должна есть овес, иначе она там неправильно стачивает зубы. Нет, нет, нет. Наоборот, то, что на овсе они совершают раз в 10 меньше жевательных движений, чем на том же сене, и вырабатывают слюны раз в 5-6 меньше, чем тоже на том же сене. Поэтому, наоборот, лошадь должна есть сено, чтобы правильно у неё был износ. А вот всякий там кариес может быть, если там много сахара или много крахмала, вот такое бывает? Ну, у них, наверное, кариес может, ну, бывает, но он не так, как у нас у них устроен, потому что у них просто он не успевает залезть так глубоко внутрь, потому что зубы постоянно выдвигаются и изнашиваются. Бывает, когда там какие-то трещины в зубе, либо там какой-то слом, и слишком глубоко произошёл разлом, и тогда туда может попасть инфекция. И это уже нужно вызывать стоматолога-хирурга, чтобы он смотрел по рентгенам, и насколько глубоко заходит инфекция, чем им можно помочь. Понятно. А вот ещё такой вопрос на тему уровня, с которого лошадь ест. То есть вот тоже видишь ли ты разницу, например, между лошадьми, которые всегда с уровня пола едят, и там лошадьми, у которых, например, висит рептух, да, или там лошадьми, у которых кормушка для концентратов подвешена там на уровне груди? Ну, уровень груди ещё куда не шло, главное, чтобы точно не выше, но лучше пониже, потому что, когда лошадь поднимает или опускает голову, у неё челюсти относительно друг друга смещаются. И более физиологично, когда у неё находится челюсть, когда находится голова внизу. Чем выше лошадь поднимает свою голову, тем глубже назад уходит нижняя челюсть. То есть это приводит к тому, что могут образовываться крючки на нижней челюсти, на задних последних малярах, и на верхней челюсти спереди, на передних прималярах. Ну, это как бы важно вот и для концентратной кормушки, или в основном всё-таки для сена? Нет, в основном, конечно, для сена, потому что, ну, ещё раз повторяю, что при сене оно лучше совершает в разы и больше жевательных движений, чем при кормлении концентратами. Ну, это концентратов меньше по времени ест, да? Ну, это 5 минут, да. А сена на всё-таки ест достаточно там хотя бы часов 20 в день, ну, в идеале. Понятно. И такой ещё последний вопрос. Вот ты что-нибудь можешь сказать про мягкие зубы? То есть вот часто слышу, что ой, там мне вот стоматолог сказал, что у лошади мягкие зубы, и ей нужно есть больше кальция. Вот так ли это с твоей точки зрения? Ну, я прям глубоко в этот вопрос не вникала, но это немножечко странное такое заявление, потому что, ну, я встречала, какие-то зубы чуть легче пилятся, какие-то зубы чуть похуже пилятся. Бывают такие зубы, когда, например, эмаль у них сильно сожжена электрорашпилем, потому что там высокие обороты, и если сильно передержать, то температура повышается, эмаль плавится. Вот это вот совсем нехорошо, потому что лошадь не имеет возможности их дальше истирать. Это буквально, ну, может быть, там миллиметр, ну, может быть, полтора вот этот слой, и дальше он снимается, и все нормально становится. А вот именно относительно мягкости, но мне кажется, это больше даже, наверное, генетика, чем кормление как-то связано. И всякими кальциями я не видела никакого результата, чтобы он как-то помогал. То есть, может быть, это наоборот, когда вот стоматологи регулярно много снимают, пережигают эмаль, да, и им кажется, что это вот нормально, когда вот такой вот жесткий зуб. Не знаю, потому что действительно бывает, когда вот резцы, например, пилишь, они бывают у кого-то прям легко-легко пилятся, а у кого-то нелегко пилятся. И учитывая то, что наши стоматологи расцветят, когда пили, точно не в дело, не в том, что их как-то пережгли. Просто сама по себе такая структура зуба. Но тут еще вопрос в том, что у них же у лошадей зубы устроены немножко иначе, чем у нас. И, возможно, вот у тех зубов, которые мягкие, у них более, менее толстая эмаль и более толстый слой дентина. И поэтому адентина гораздо мягче, чем эмаль. Из-за этого может вызвать ощущение, что зубы мягче. А если наоборот эмаль толще, а адентина меньше, то тогда зубы, наоборот, более жесткие. И из-за этого может создаваться такой эффект. Понятно. А скажи, пожалуйста, а собачкам ты зубы пилишь? Я? Нет. Для этого есть стоматологи дорогие. Ясненько. Спасибо тебе огромное. Будем тебя ждать на очередную пилку зубов. Пока. Пожалуйста. Счастливо.